Часто, знаете, мне в комментариях пишут, а зачем заряжать аккумуляторные батареи, если она на автомобиле заряжается? Вот сегодня и будем нести свет в темные такие головы. Итак, есть два способа основных фундаментальных заряда аккумуляторной батареи. Первый способ. Заряд при постоянном напряжении. Второй. Заряд при постоянной силе ток. Но об этом все, собственно, знают. Но сразу нужно отметить, что у части зрителя совсем в голове темнота, сплошная. И они не знают, что такое закон Ома. И пытаются регулировать на режиме зарядки амперы отдельно, а вольты отдельно. Ну, не все же, собственно, электрики, ничего страшного в этом нет. Так что, если есть необходимость просвещения этого вопроса, пишите в комментариях. Будет спрос, будет видео. Так вот, основных способов заряда аккумуляторы два. Все остальные способы заряда аккумуляторной батареи, это комбинированные или чередование, или различные вариации этих двух способов. Возьмем способ первый. По постоянной силе тока. Очень хороший способ. Часто говорят при постоянных амперах. Именно то, что делает зарядное устройство. Классический выпрямитель. Ну, а поскольку нужно держать постоянную силу тока при заряде, то по закону Ома придется изменять напряжение источника тока, то есть зарядки, либо менять сопротивление реостата, который должен быть вмонтированный последовательно в зарядную цепь батареи. А вот что будет меняться, или это будет меняться напряжение, или это будет меняться сопротивление реостата, который вмонтированный в последовательную цепь заряда аккумуляторной батареи, зависит от зарядного устройства. может опять же быть комбинацией но зачастую в простеньких зарядках меняется именно напряжение опять же если вернуться к закону ома то чтобы удержать постоянную силу тока которая все время при зарядке норовит понизиться а сила тока чаще всего берется 10 процентов от емкости аккумуляторной батареи как мы все знаем при одноступенчатом заряде простеньком то придется неизбежно согласно закону ома поднимать напряжение или уменьшить сопротивление реостат но будем считать что в зарядке нашей простенький который мы рассматриваем в этом видео реостата этого нет оно очень простое и значит придется поднимать исключительно напряжение и вот когда вы подключили такое устройство которое держит постоянный ток если присмотреться внимательно то можно заметить что как только вы подключили зарядное устройство к вашему аккумулятору напряжение заряда быстро поднимается вверх почему оно поднимается потому что кристаллы сульфата начали растворяться в процессе зарядки возле них возле этих кристалликов образовалась концентрированная серная кислота а если вы подписчики этого канала и смотрели видео про ЭДС аккумуляторной батареи то знаете что напряжение на клеммах аккумулятора зависит только от плотности электролита я кстати предупреждал в том видео что к этому видео про ЭДС аккумуляторной батареи мы будем возвращаться снова и снова и снова и если вы этого видео не смотрели и не поняли о чем-то видео то в аккумулятор на деле вам делать нечего это основа основ так что кто не видел того видео бегом бежите смотреть но немножко отвлеклись так вот после того как эта концентрированная кислота которая образовалась вытолкнется из пластин напряжение начнет расти медленнее и плавно даже возможно некоторые проседания этого напряжения в начальный период зарядки кислота то собственно вытолкнулась из пластин и смешалась с электролитом плотность понизилась возле пластин возле самой обмазки и напряжение под упало и все будет собственно спокойно пока аккумуляторная батарея не зарядится почти полностью и под самый конец напряжение снова резко пойдет вверх и аккумулятор сразу же начнет кипеть почему так произойдет потому что аккумуляторную батарею почти полностью зарядилась и перестает принимать зарядный ток он для нее уже избыточный и весь ток начнет расходоваться на гидролиз воды то есть на разложение воды на кислород и на водород тут-то напряжение и прыгнет и когда уже процесс гидролиза запустится аккумулятор закипит то напряжение стабилизируется почему потому что аккумулятор зарядился и его внутреннее сопротивление больше не будет меняться закон ома этого не позволит а значит напряжение замрет на месте и наступит тишь до гладь и аккумулятор соответственно так кипит себе вот поэтому именно поэтому концом заряда и являются такие признаки первое постоянное напряжение на выводах аккумуляторной батареи второе постоянная плотность течение нескольких часов потому что нету больше кристаллов сульфата для растворения нету третье аккумулятор кипит какие преимущества метода заряда аккумулятора при постоянном токе главное преимущество главнейшее преимущество этого метода это то что при таком методе аккумулятор заряжается на все сто процентов своей емкость и это самое главное сбить весь сульфат который зацепился на пластинах вот главная задача этого метода а какие недостатки этого метода зарядки аккумуляторной батареи при постоянном токе вы знаете тут их очень много их тут хватает первое это очень долгое время зарядки и очень долгое время протекания всего этого процесса долго аккумулятор заряжается не меньше 13 часов он будет заряжаться если допустим взять полностью разряженный аккумулятор и заряжать его до 100 процентов при исправном аккумуляторе очень долгая зарядка второе постоянно нужен глаз да глаз за этим процессом а то ненароком выкипит к ядре не фене весь ваш электролит и хб соответственно придет в негодность очки ему вылезут также могут обсыпаться пластины из-за того что аккумулятор кипит также могут повредиться решетки пластины из-за того что аккумулятор кипит ну и само кипение тоже является недостатком хотя в некоторых случаях она собственно очень даже и полезно по ситуации надо смотреть так сказать ну и кроме того ко всему этому можно еще аккумулятор и перегреть и тогда ему точно вылезут глаза и в виду всех этих глобальных недостатков этого метода такой метод заряда в чистом виде на автомобиле не применяется а раз он не применяется то соответственно там применяется другой метод а другой метод другой вид заряда называется заряд при постоянном напряжении именно такая система заряда и устанавливается на автомобиль и все буквально знают что напряжение заряда должно быть постоянным где-то около 14 2 14 4 вольта ну скажем так это знает практически большинство автолюбителей у которых темные головы именно на этом их темном знании их и будут разводить мастера по ремонту генераторов и всякие там аккумуляторщики когда автолюбитель придет менять свой аккумулятор по гарантии но об этом не сейчас о том как дурят об этом в следующем видео как-нибудь сейчас о заряде почему же именно этот метод заряда выбрали для автомобиля а выбрали его потому что именно при этом методе согласно того же закона ома чтобы удержать постоянное напряжение заряда нужно изменять силу тока либо сопротивление реостата но мы договорились что зарядник у нас простенький и будет меняться чаще всего сила тока и именно при этом методе заряда при значении напряжения 13 8 14 2 вольта чаще всего а именно именно такое напряжение заряда регулируется реле регулятором автомобиля аккумулятор всегда заряжается до стадии начала закипания электролита а как вы уже знаете из моих видео электролит начинает закипать при 14 и 4 вольтах это если обычная сурмянистая аккумуляторной батареи кальциевые кипят чуть-чуть при большем напряжении и именно это свойство предохраняет аккумуляторную батарею на автомобиле от перезаряда то есть от закипания на автомобиле и в экипании как следствие электролита с последующим повреждением пластин и выходом аккумулятора на тот свет со строя и навсегда сила же тока зарядного то есть амперы для заряда будет самоограничиваться законом а не обойдешь никаким образом и ограничивается она будет за счет разности напряжения которые дает зарядное устройство то бишь генератор автомобиля и напряжения на клеммах аккумуляторной батареи а поскольку внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи всего-навсего тысячные ома а разрыв напряжений между заряженным аккумуляторном и разряженным может составлять от 14,4 вольта до 10,2 вольта то по закону ома сила зарядного тока при разряженной аккумуляторной батареи может достигать офигительно больших размеров ну вот для примера приблизительно вот так может быть